Не по правилам и шаблонам, а интуитивно при правополушарном рисовании активность, ответственной за логику левой части мозга, педагоги целенаправленно снижают. Это полезно любому, а детям с расстройствами аутистического спектра вдвойне. На таких занятиях у них одновременно развивают творческую жилку и корректируют поведение. Это как раз то, над чем мы работаем. Развитие творчества, воображение, умение выходить за рамки в позволенной среде. Это умение раскрепощаться и также в то же время это умение следовать каким-то простым инструкциям. Например, помог кисточку, набери краску нужного цвета. У нас набралась уже большая группа, которая ходит каждую неделю, старается не пропускать. Всем очень нравится. Мы даже успеваем иногда рисовать по два рисунка за занятия. Рисуем пейзажи и животных. Оттачивали новую методику на родителях. Для начала набрали взрослую группу. Ларисе Шандрук поучиться творить интуитивно самой не удалось. Не с кем оставить сына дома. Зато теперь ходят вдвоем. 11-летний сын Сережи отличается хорошей памятью, способностью самостоятельно изучать то, что ему интересно, и любовью к рисованию. Правда, как и многие дети с аутизмом, даже в увлечениях мальчик крайне избирателен. Предпочитает акварель. Ему очень нравится рисование, но акварелью, гуашь, пока мы не пробовали, таким вот способом мы не знаем, как рисовать. Я говорю, берем гуашь, он говорит, нет акварель. Берем гуашь, нет акварель. Что из этого получится, посмотрим. Михаилу Юткину 15 лет, и именно с возрастом связаны сложности. Очень трудно найти доступную секцию. В основном занимаются с малышами. А ведь и подростку нужно развиваться. Миша увлекается географией и биологией. Кто знает, может рисование заинтересует. Надеется мама. Причем, потому что мы не говорим. Мы читаем, мы пишем. У нас есть дома доска такая маркерная. Он на ней может написать целые триады, допустим, всех животных на букву «Л». Там у него и лошадь, и лисица. Мы любим страны. Мы вырезаем везде флаги. Даже вот, заметьте, не успеешь, он уже флажок с карты вырезал, допустим. Занятия по правополушарному рисованию открывают в «Жемчужинке» нововведение этого года. Также для детей с ОВЗ и их родителей здесь стартует курс по правильному питанию. На подходе – секция по колокольному звону. Светлана Стрибкова, Владимир Терентьев, Новости губернии.